Итак, друзья, сегодня мы обсудим 10 вещей в мужском гардеробе, которые очень стильные, но я их не ношу. В этом видео я объясню почему. Я получаю много вопросов на адрес RealManRealStyle про вещи, которые я ношу редко или вообще не ношу. Я стараюсь на них ответить наилучшим образом. Но сегодня хочу объяснить, почему я не ношу определенные вещи и то, что я про них думаю. Вещь, которую вы, наверное, никогда не увидите на мне, это оскот. Ничего против них не имею, просто они не подходят к моему стилю. В Штатах редко, когда встретишь такую вещь. И для меня, вы когда-нибудь видели видео на RealManRealStyle? Скорее всего нет. Я не говорю, что вы не можете надеть оскот в подходящем окружении. Конечно, можете. И если вам нужен урок о том, как правильно носить оскот, то могу порекомендовать Рафаэля Шнайдера из Gentleman's Gazette. Он их носит. У него есть опыт в этом? Он уверен в этом. Я не совсем с ними знаком, поэтому навряд ли смогу сделать достойное видео на эту тему. Далее бутоньерка. Отличная штука. Мне нравятся бутоньерки и сама идея. У меня есть несколько пиджаков, у которых есть отверстие. Ее можно вдеть и даже есть специальный крепеж. Из моего опыта я понял, что это не совсем то, что надо. Они привлекают к себе очень много внимания. Они выделяются. Я не хочу их надевать на свои видео, чтобы вы обращали внимание на то, какая бутоньерка на мне в этот раз. Они мне нравятся, да. Буду ли я их надевать в своих видео? В некоторых видео я их надевал, но в большинстве случаев вы их не увидите. Дальше по списку подтяжки. Я думаю, что подтяжки могут выглядеть круто на мужчине. Особенно, если плотный парень. Ищите альтернативу ремню, чтобы держать штаны. Они очень функциональны. Насчет подтяжек я просто решил не вносить эту вещь в свой гардероб. Ничего против них у меня нет, но я решил пропустить эту вещь. Далее яркие рубашки. Я надевал эту рубашку несколько лет назад в своих видео и посыпалось столько претензий. Антонио, она искажает изображение экрана. А вот эта, она сделана под заказ. Но она мне никогда сильно не нравилась. Эти полосы, они слишком вызывающие. Я стараюсь избегать такие вещи в своем гардеробе. Когда вы меня видите в одежде, то я часто думаю о том, как это будет выглядеть на камере. Так что я стараюсь выбирать такие вещи, как вот эта рубашка. У нее хороший паттерн. Он не очень отвлекает. Она хорошо смотрится с одноцветным пиджаком. Это все не отвлекает ваше внимание. Следующий предмет – это браслеты. Я пробовал его носить около месяца, но он как-то не прижился. Я не очень сильно к нему привязался. К этому надо привыкать. Для меня не хватало функциональности. Часы мне нравятся, они функциональны. Ювелирка, когда она еще функциональна и имеет значение, то ее можно вводить в свой гардероб. Следующий предмет, думаю, это вас удивит, но я редко ношу костюм. Костюм это пиджак и брюки из одного материала. Но в моем городке в тысячу людей я обычно ношу джинсы. А мой гардероб наполнен спортивными пиджаками. Я не ношу костюмы. Но я ношу костюм примерно 1% от всего года. Если вы придете на мое мероприятие Manfluential, то я буду в костюме. Если я буду выступать с презентацией на важном событии, как, например, в Лондоне на Юпренер, я буду в костюме. Но тут в офисе – не, я надену просто пиджак. Иногда я надеваю костюмные пиджаки как спортивные. Я немного тут привираю, так как я ношу галстуки довольно часто. Но в последние дни я не делаю этого часто и это стыд и позор. Потому что мне нравятся галстуки. Но вот в чем дело. Они добавляют сложности в рабочие дни, так как я этого не делаю. Хочу ли я этого? Да, иногда вы заметите, что галстук делает свое дело. Но в большинстве моих видео вы его не увидите. Дальше идут черные туфли. У меня около 50 пар обуви и большая часть это туфли. Две пары из них черные и я редко когда их надеваю. Как бы я носил их немного. Это от компании Eldon. Это отличные туфли. Просто так случилось, что я перестал носить черные. Я начал носить темно-бордовые и темно-коричневые. Мне нравятся мои туфли. В конце концов, я могу иногда надеть эти туфли с костюмом, но просто я пошел дальше черных туфель. Следующий предмет – это макосины. Что я заметил, они абсолютно непрактичны. Они симпатичные, они мне нравятся. Просто я не нашел реального применения их в своем гардеробе. У меня есть около трех пар, они крутые. Я даже как-то пробовал в них гулять по Нью-Йорку. Они начали стираться на пятки. Наверное, в этот момент я понял, что мне лучше их оставить просто как модель для примера. Далее идут туфли-кеды. Что ж, эту обувь я бы хотел начать внедрять в свой гардероб. Проблема в том, что я еще не нашел такие, которые бы подошли мне. Далее шляпы. Когда на улице холодно, да, я надеваю шляпы. Но когда у меня есть выбор, надевать или не надевать шляпу, то я редко ее надеваю. Вот эту шапку я купил в Украине и носил ее недолго. Мне нравится защита для ушей. Она выглядит симпатично, но мне не приходится ее часто надевать. Вот эта шляпа – это Акуба. Мне ее подарили, когда я был в Австралии. Она напоминает мне о том времени. Я бы хотел начать носить шляпу чаще. Так что, друзья, пишите в комментариях, какие шляпы вы бы порекомендовали мне носить. Да, эта шляпа отлично выглядит. Может немного великовато, что думаете? Думаю, сойдет. Следующий предмет – это очки. Я вырос с очками. Где-то с пятого по девятый класс я носил их. Затем, в старших классах случился забавный курьез. Я был в аквапарке. Я познакомился с девочкой. Она сказала, что я такой милый без очков. Так что я снял очки и больше не надевал их. Буду ли я надевать очки? Думаю, что да. Может, через пять-десять лет мне они понадобятся. Тогда я к ним вернусь и поговорю об очках. Но даже сейчас я считаю, что это классный аксессуар. Мужчины могут с ними поиграться, но на данный момент мне не нужны очки. Что ж, господа, теперь ваша очередь. Я жду от вас в комментариях, какие предметы вы бы хотели начать носить, но пока что не делаете этого. Пишите в комментариях. Друзья, я очень ценю вас и все, что мы делаем в нашем сообществе RealManRealStyle. Если у вас есть предложения, идеи или вопросы, то вы можете мне писать через мой сайт. Я хочу, чтобы ваши вопросы были решены. Чтобы вы могли стать той версией мужчины, которой вы хотите быть при помощи стиля, и смогли добиваться от жизни максимума. Хорошо, друзья? Берегите себя. И до встречи в следующем видео.